30 дорожно-транспортных происшествий. За два дня непогоды в Карагандинской области, несмотря на периодические перекрытия дорог, произошли аварии. Одна из них с массовым участием транспортных средств. Ирина Вобещевич с подробностями. Вот на ровном месте, вот-вот-вот, сносит, вот, просто ветром уносит. Смотри. Ёлка, завор наделся. Резкое потепление среди зимы не добавило жителям области положительных эмоций. Шквалистый ветер, дождь со снегом, образовавшийся гололед, в особенности на трассах, заставлял то и дело следить за сводками ДЧС. Дороги то закрывали, то открывали, но, тем не менее, столкновений избежать все же не удалось. Что происходит? Камаз уходил, мать от удара, снесла машина. 15-ка тоже. Капец. Капец. Просто нет машины. Массовое ДТП с участием восьми автомобилей произошло между Карагандой и Тимиртау. Причинами столкновения транспортных средств стали гололед и метель, сообщают в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области. Столкновение произошло на 1044-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург. С самого утра в субботу местами лел дождь в перемешку со снегом. Ощущались сильные порывы ветра, гололед и плохая видимость. Это не остановило водителей, и они все же отправились в путь. В тот же день около 10.30 часов водитель автобуса Лиас, двигаясь по автодороге Абай, поселка Вольный, в условиях гололеда и сильного порывистого ветра, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд в Кювет с последующим опрокидыванием на правую сторону. К счастью, пострадавших нет. Всего за два дня произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших двое. 16 января один госпитализирован на автостанции Пришахтинска, второй на Саранском шоссе. Уже сегодня утром поступило сообщение, что в восьми регионах в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся нулевых 11-х классов первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения. За прошедшие выходные 15 и 16 января текущего года подразделениями департамента по ЧС Карагандинской области совершено 24 выезда. Из них на тушение пожаров 9 раз, на проведение аварийно-спасательных работ 14, поисковые 1 раз. При этом спасено 5 и эвакуировано 3 человека. Из них трое детей. Дорожными организациями и сотрудниками полиции принимались оперативные меры по закрытию трасс, что во многом предотвратило еще большее число ДТП и спасло человеческие жизни. Оповещение жителей шло в интенсивном режиме. На данный момент на территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Департамент по ЧС Карагандинской области напоминает в условиях низких температур, заснеженности дорог, гололеда, ограничения видимости настоятельно рекомендует население воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погодных условий.